всем добрый день меня зовут сергей витищенко тема сегодняшнего видео какой сварочный аппарат советуют купить в магазине дело в том то что это видео я записываю во-первых с первого дубля во вторых чисто случайно потому что этот youtube канал я завел полтора года назад на него не заходил а сейчас смотрю очень много просмотров и очень много подписчиков ну и думаю что порадовать вас уважаемые зрители записать это видео еще раз тема что советуют купить в сварочном магазине какой сварочный аппарат ну сразу же смоделируем ситуацию допустим меня зовут там иванов иван иваныч я живу в городе новосибирске мне нужен сварочный аппарат неважно кстати какой аппарат для ручной дуговой сварки для полуавтоматической либо для аргондуковой сварки неважно тут это не имеет значения что я делаю я сразу же смотрю там зайди открою яндекс карты дубльгиз или что там какие поисковые поисковые системы есть и нахожу сварочные фирмы которые занимаются поставками сварочного оборудования и сварочных материалов приезжая туда и что я вижу я вижу допустим сварочный оборудование сварок и мне менеджер и консультант говорит сварочный оборудование сварок очень хорошая 5 лет гарантии лучше всех это наш отечественный бренд берите его ладно подумаем еду в другой магазин а там мне менеджер или продавец или директор магазин начинает рассказывать у нас сварочное оборудование фубак она лучше лучше тоже всех на свете это чистая германия советую все работают все очень все здорово все классное оборудование берите я только в другом магазине говорили совершенно другое и в 3 сварочный магазин мне там рассказывают про сварочное оборудование grovers про сварочное оборудование там resanto foxfeld фубак или еще какой-нибудь и я не понимаю какой то получается диссонанс в любой сварочный магазин не приезжаю и мне рассказывают то что у них которые бренды они самые лучшие самые качественные самые дешевые то что чтобы я брал их ладно я думаю наверное может быть хитрят может быть обманывают начинаем звонить marketplace допустим такие как все инструменты 220 вольт озон вайбер из и говорю так и так у меня есть задача я хочу купить сварочный аппарат и там тоже менеджеры начинают мне рассказывать купи вот этот либо купи вот это либо купи вот этот аппарат теперь я уже точно запутался к коме сварочный аппарат купить я обращаюсь к своим знакомым думаю то что ну я то пока не разбираюсь ну а мои знакомы которые там в гаражах которые работают на заводах у кого есть небольшие мастерские одну но нет и наверно лучше знать и они я спрашиваю у них совета и они начинают рассказывать хвалить то что у них есть вот если у него есть сварочный аппарат fox вот он хвалит его если у него есть сварочный аппарат сварок он валит его у этого может быть everlast или еще что-нибудь и каждый хвалит это нормально так устроена человеческая психика человек не будет же говорит то что я вот дурак дураком купил этот сварок и мучаю с ним или я вот идиот купил туристанту и мучаю с ним не все хвалят то что у них есть ну вот поспрашивал у знакомых и знакомы тоже рассказывают совершенно все по-разному потом я начинаю обращаться думаю вот ей знакомы а есть наверняка блогеры их в интернете очень много по сварке которые рассказывают то что вот этот вот бренд там и сад лучше всех или там чебора лучше всех или там че лучше всех или фроне лучше всех блогеры сварщики тоже рассказывают то что им выгодно то что им интересно и в самом конце я уже спрашиваю совершенных профессионалов это люди которые этому могут быть кстати и блогеры и в том числе их очень много не люди которые уже у них побывало много оборудования они не рассуждают теоретически там что лучше что хуже они говорят по правде то что принципе любой сварочное оборудование достойное сейчас в россии все зависит от цены и оборудование покупается естественно под задачи и самое главное то что 99 процентов всех изюминок всех не знаю характеристик все в голове в руках сварщика они сварочном оборудовании и для начала естественно можно покупать и нужно покупать дешевое оборудование чтобы быстрее его отбить но тоже совершенно другая история в общем что я хотел сказать хотел подытожиться есть такое правило и она работает и в маркетинге и в продажах и особенно в сварочном оборудовании дилеры торгующая организация и marketplace и продают то что у них в наличии на складе что у них есть на витрине и что они могут привести за один два дня и и второе правило дилеры продают то то что на чем они больше зарабатывают вот если им сварок дают 50 процентов скидку от розницы они будут и менеджеры всеми способами рассказывать то что сварочный бренд сварок он лучше всех на свете и когда два утиху показателя складываются что есть в наличии на витрине либо на складе либо я быстро могу привести но не месяц не два совершенно другая история и над чем я больше всего зарабатывают там-то фубак это фокса вот и так далее вот когда вы приходите в каждый магазин и вам начинают уверять то что определенный бренд лучше всех на свете вы прекрасно понимаете и знаете то что значит дилера у него много этого оборудования но вот она есть на витрине это логично и он на нем больше всех зарабатывает но самый лучший конечно же совет наверное чтобы не тратить свое и чужое время это обратиться к профессионалам и персонал вам скажет то что вы делали сварочного оборудования дело в руках и любой сварочное оборудование выполняет свои функции в принципе такое спонтанное видео много что только что рассказал немножко хочу сказать о себе кто и такое меня зовут сергей витиченко я лет 12 в сварке у меня я начинал как простой сварщик получил на 5 разряд много где работал на различных вахтах потом я ушел в продаже я работал в различных крупных фирмах по сварочного оборудования раскручивал и вводил на рынок различные бренды по сварочного оборудования в общем многие люди меня знают это что вот я сейчас рассказываю эта информация прям самая самая такая ценная в принципе и все пишите в комментариях я хочу на этом youtube канале 1 3 не знаю в неделе раз в две недели записывать какое-то видео пишите темы которые вам интересны и я буду их оповещать я буду рассказывать что как на самом деле кто как зарабатывать деньги как различные бренды хитрят как практически все нужно сварочные компании завышают технические характеристики или какой рынок сварочного оборудования самый-самый сладкий где я имею сладкий где больше всего денег это сразу же скажу это аппарат ручной дуговой сварки до 10000 рублей там самая большая конкуренция больше всего денег и все бьются именно за этот рынок в принципе я буду рассказать такие фишечки секреты кому интересно поставьте лайк и пишите в комментариях какие темы мне в следующий раз рассказывать описывать буду делиться своими знаниями и опытом все всем спасибо за внимание пока